МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько лет вы уже участвуете в организации подобных мероприятий в Чебоксарах? Ну, полноценно участвую я, наверное, третий раз. Первый раз я участвовал в качестве балетмейстера-подстановщика одного из премьерных спектаклей. А сейчас уже второй раз участвую как художественный руководитель этого мероприятия. Ну и, наверное, вы можете уже сказать о значении международного балетного фестиваля в таком городе, как Чебоксары. Ну, значение достаточно такое серьезное, поскольку зритель привык именно в это время приходить в театр, зная, что в театре будет обязательно какая-нибудь премьера, что в театр приедут звезды не только российского, но и из-за рубежа. Для театра это очень серьезное событие, поскольку театр каждый год старается выпустить новый спектакль. Им открывается фестиваль, спектакль, который потом остается в репертуаре театра, еще радует долгие годы, как мы надеемся, зрителей. Для театра это важный момент, когда есть возможность пригласить звезд мирового уровня и познакомить с ними не только зрителей, но и обменяться опытом нашим артистам с ними, чему-то поучиться. Так что значение трудно переоценить. Для зрителей, наверное, получить удовольствие от искусства мировых звезд действительно важно. А звездам зачем нужны чебоксары? Легко ли их заманить к нам сюда, в провинцию? Ну, может быть, так скажем, у меня сложилось такое превратное впечатление, но со временем становится все труднее и труднее. Это связано, конечно, и в первую очередь с какими-то финансовыми проблемами, поскольку нам далеко до столичных театров и гонораров. Но еще и связано с тем, что очень многие театры и города сейчас имеют свои балетные фестивали, которые очень часто совпадают, ну, приблизительно или прямо вплотную со временем нашего фестиваля. Но, тем не менее, мы с этой задачей справляемся, справляемся достаточно успешно. В этом году будет очень интересный десант звезд из Мариинского, из Большого театра, из других трупов нашей страны. А также будет отдельная гола с солистами мирового уровня из-за рубежа, из абсолютно разных стран. А имена какие-то вы можете по Канадам? Или это тайна? Ну, почему же? Ну, вот по иностранцам, вот это скорее все-таки вам надо будет взглянуть на афишу, потому что очень сложно запоминаем имена. А по нашим звездам российским могу вам рассказать, что вот из Большого театра приедет к нам Андрей Меркурьев, считаю, один из лучших исполнителей партии «Испады» в Дон Кихоте, будет участвовать в этом спектакле. Из Мариинского театра на спектакль «Дон Кихот» приедут солисты, исполняющие китри Елена Евсеева, лауреат многих конкурсов, Антон Корсаков, который тоже премьер Мариинского театра и лауреат многих конкурсов. На гола приедут такие уже состоявшиеся звезды Мариинского театра, как Софа Гумерова, Александра и Осифеди. Антон Корсаков останется с нами. Молодежь, это Владислав Шумаков, приедет совсем молодая звезда, которая, так сказать, взошла в дружественное нам Казани, Давид Залеев, уже к своему юному возрасту собравший такой достаточно большой букет международных наград. Так что мероприятие получится роскошным. Ну вот вы уже упомянули «Дон Кихот», а какие еще спектакли мы можем на фестивале увидеть? Ну открываемся мы премьерой спектаклем «Труфальдино» или «Слуга двух господ». Это достаточно веселый спектакль, такой ироничный, близкий по духу комедии дель арте, комедии ошибок, красочный очень, исторический. Так скажем, скорее подарок зрителю от нас, поскольку зритель, наверное, будет на нем отдыхать, я так предполагаю. Смеяться, отдыхать и развлекаться. Вторым вечером у нас будет «Дон Кихот», недавно восстановленный в репертуаре театра с приглашенными звездами. Третьим вечером у нас будет приглашенная компания, которая привезет только исключительно иностранных артистов балета, причем это такое новое молодое поколение, которое еще в России это не везде видели. И четвертым вечером будут наши российские звезды. Вот мы уже слышали там название спектакля «Дон Кихот», «Труфальдино». Какие еще спектакли могут появиться в репертуаре театра? Вот какова политика репертуарная в области балет нашего театра? Ну, с «Труфальдино» решение было принято достаточно давно. Я вам скажу, что даже, наверное, еще когда мы делали прошлый фестиваль. Такой спектакль нужен просто в репертуаре, потому что зрителю иногда хочется немножко отдохнуть. Да, вообще этот фестиваль, он такой будет солнечно-весенний, поскольку действия «Труфальдино» происходят в Венеции, действия «Дон Кихота» в Испании. Так что мы, я так думаю, настроение однозначно всем поднимем. А репертуарная политика, ну, тут все зависит от финансовых, конечно, возможностей театра. Я всегда очень стараюсь советоваться с нашими финансистами, так сказать, финансовой частью по поводу того, какое название нам было бы выгодно более продавать. Следующий пример у нас должна состояться – это «Кармина Бурана». Это федеральный проект, мы выиграли на это небольшой грант. Вот мы сделаем однозначно спектаклей два, то есть будет «Кармина Бурана» и еще один сделаем вечер. Не скажу вам название сейчас, не могу вам точно сказать, но там постановщик будет Галина Никифорова. Спасибо большое, Данил. Напомню, что сегодня мы говорили о балетном фестивале, который откроется 17 апреля в Чебоксарах с художественным руководителем балета Чувашского театра Данилом Салимбаевым. До свидания.